Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Меня зовут Екатерина Лукашенко и сейчас главные темы этого выпуска. В Каннске нашли убитой семью с двумя детьми. Следователи не исключают, что расправу совершил глава семейства, а затем сам покончил с собой. И все для того, чтобы жена не забрала детей после развода. В федеральном плане чистый воздух в Красноярске выполнен менее чем на 1%. Дышите неполной грудью. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлили до 29 декабря. Как горожане проводят дни под черным небом и как спасаются от смога. Последняя неделя уходящего года встретит красноярцев потеплением. Поедем кататься на горках или будем дома кутаться в пледы. Какой будет погода в последние дни этого года и в новогоднюю ночь, расскажем в первой части выпуска. Ну, лучше развивать базовые. Новые строения города – это большая затрата на инфраструктуру. Строительство новых городов в Сибири под вопросом. Вице-премьер Марат Куснулин выступил против этой идеи. По его словам, нужно развивать существующие города, а не строить новые. В Каннске произошло жестокое убийство. В одной из квартир нашли убитой семью с двумя детьми. У всех колото-резанные раны. По данным следователей, все случилось рано утром. Семью нашла бабушка. Тела ее дочери и внуков были сложены в ванной друг на друга. В другой комнате лежал убитый мужчина. По информации из телеграм-канала, супруги вместе не жили. Задолго до трагедии в семье начались ссоры. Жена увезла детей, скрывалась от мужа, а в сентябре подала на развод. На 19 января было запланировано заседание суда. Как сообщает Следственный комитет, 26 декабря мужчина пришел к жене, чтобы навестить своих детей. По одной из версий следователей, во время встречи произошла ссора, и мужчина зарезал сначала членов семьи, а затем и себя. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», а также «Убийство малолетнего». Режим черного неба продлили до 7 вечера 29 декабря. Связано это в первую очередь с отсутствием ветра. Вредные примеси в воздухе попросту не рассеиваются. В режим НМУ промышленные предприятия обязаны снижать объемы выбросов. В Красноярске ведется постоянный мониторинг качества воздуха. По данным Среднесибирского УГМС, уровень загрязнения в центральном районе повышенный, в остальных низкий. А вот у проекта не болив другие данные. Высокий уровень зафиксирован во всех районах, в частности в Удачном, Покровке, Солнечном, Северном, Первомайском, в Центре и в Черемушках. Напомню, под черным небом красноярцы живут третий день, и впереди как минимум еще два дня с НМУ. Под черным небом горожанам советуют не гулять, а если выходить, приходится надевать респиратор. Дома стоит чаще принимать душ, нос и горло промывать чистой водой или физраствором. И это не шутки. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в городе превышены в 20 раз. Виталий Поляков расскажет подробнее. Вот он, тот самый Балахтинский уголь. Семья Толкаловых топит им свой дом в Покровке. Уголь, говорят, самое приемлемое топливо по соотношению цены и качества. Газ и электричество существенно дороже. Раньше топили углем бездымным, и было здорово. Теплоотдача та же, зато труба сажей не засоряется, и чистить ее нужно гораздо реже. Мы брали, вот нам предлагали, когда универсиада, чисто экологический, он мне больше понравился. С ним уроки такой нет. Он как-то и прогорает, и угля такого большого. Но он, конечно, по цене еще дорогой стал. Галина Владимировна слышала, что Покровку собирались перевезти на отопление электричеством. С льготным тарифом 1 рубль за киловатт-час. Но пока электросети под станцией, очевидно, не готовы к такому эксперименту. И отказаться от угля и перейти на новый вид отопления здесь боятся. Ведь если свет отключат, как это бывает, что делать? Это же тоже нужно проверить. Если провериться, это будет все нормально, конечно, можно и отказаться. Вот именно в большие морозы, не то, что там в 20-25 и тепло, а в 35 хотя бы, вот в 30, ну, поддержать вот это вот. А там видно будет. Как можно сказать, что я, да, я откажусь, мне электричество подключить, а потом я замерзну. Углем и дровами топится Покровка, Николаевка, Лалитина, Цементников, Суворовский и остальной частный сектор Красноярска. Автомобили чадят и днем на дорогах, и ночью во дворах. Круглосуточно выбрасывают вредные вещества крупные загрязнители промышленные предприятия. В режиме неблагоприятных метеоусловий они обязаны снижать свои выбросы на 15-20%. Но уследить за ними непросто. Вот и получается в безветренную погоду на улице будто газовая камера. По данным Минэкологии, в воздухе превышены предельно допустимые концентрации мелкодисперсной пыли, оксида углерода, оксида азота, аммиака и сероводорода. А еще до объявления «Черного неба» в прошлый четверг ПДК бензопирена была превышена в 20 раз. И кажется, терпение горожан подходит к концу. Вчера вышел, можно и не курить даже. Дышать нечем. Руководители края и города ничего не решают. Они карманные собачки власти России, а жуликам из Москвы. Бабло надо зарабатывать. Поэтому дышим мы отходами, а те, господа, дворцы строят и яхты покупают. Слов нет. А потом мы удивляемся, откуда такие болячки. Грипп у детей с малых лет с температурой 40. Осложнение как будто детям по 60 лет. Все уничтожают. Многие бы и рады уехать в деревню, да там работы нет. Все развалили. Неблагоприятные метеоусловия? Эта газовая камера теперь так называется? Я вначале подумала, метель или ветер или мороз сильный. А с Венцем? Медики советуют в режиме черного неба не выходить на улицу, не пользоваться личным автомобилем, не открывать окна, пить больше жидкостей в случае симптомов отравления, например, тошноты, принять активированный уголь и вызвать врача. А общественник, автор проекта «Неболив» Игорь Шпехт считает, что горожане так и будут травиться под черным небом, если не будут возмущаться и активно доносить свое недовольство до властей всех уровней. Ведь именно после протестов горожан остановлено строительство вредного ферросплавного завода и разработаны планы по улучшению экологической ситуации в Красноярске. Но в последние годы горожане ослабили натиск. Что самое смешное, это то, что федеральный министр Виктория Абрамовича говорит, что федеральный план «Чистый воздух» в Красноярске выполнен менее чем на 1%. То есть за все годы действия данной программы федеральной мы не увидели никаких действий со стороны ни надзорных органов, ни государственных наших чиновников, ни глав нашего края. За грязнителям сейчас проще и дешевле платить штрафы, чем модернизировать производство. Водители не спешат пересаживаться на электромобили из-за их дороговизны и нехватки зарядных станций. А хозяева частных домов не отказываются от угля из-за высоких затрат на переделку системы отопления под более экологичные виды топлива. В итоге люди дышат смесью ядовитых газов и надеяться остается только на ветер. По прогнозам синоптиков, в середине недели его скорость достигнет максимума 5 метров в секунду. Но к воскресенью в Красноярске вновь будет штиль. Виталий Поляков, Николай Чистяков, Сергей Токарев. Новости ТВК. Без ветра, но тепло. В предновогоднюю неделю в Красноярск придет теплая погода. Уже в среду температура воздуха днем зафиксируется на отметке в 6 градусов ниже нуля. Более подробный прогноз на ближайшие 7 дней расскажет наш корреспондент Дмитрий Романько. Последняя неделя уходящего года встретит красноярцев потеплением. На смену 20-ти градусным морозом в город придут комфортные зимние температуры. Уже к середине следующей недели столбики термометров поднимутся выше минус 10 градусов. Так что следующие 7 дней это отличное время для прогулок, катания на лыжах или сноубордах или, к примеру, на ледяных горках. А теперь перейдем к подробному прогнозу погоды на следующую неделю. В понедельник днем столбик термометра опустился до 15 градусов ниже нуля. Шел снег. К вечеру похолодает до минус 19. Не было и ветра, его скорость не превысила 1 метр в секунду. Начиная со вторника в Красноярске начнется потепление. Воздух прогреется до 9 градусов ниже нуля. Синоптики также не прогнозируют ни сильного ветра, ни обильных осадков. К ночи похолодает всего на градус, до минус 10. А вот среда, 29 декабря, станет самым теплым днем на этой неделе. Метеорологи обещают повышение температуры до 6 градусов ниже нуля и полное отсутствие осадков. Однако с такой теплой погодой придет и ветер. Средняя скорость воздушного потока составит около 3-4 метров в секунду. К вечеру похолодает до минус 10. Почти такая же погода сохранится и в четверг. Будет чуть холоднее, чем в среду, минус 7 градусов. Будет также ветрено и без осадков. Тем не менее, ночью ожидаются заморозки до 18 градусов ниже нуля. А вот в пятницу, в последний день 2021 года, температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов. Кроме того, в стране не останутся ни снег, ни ветер. Скорость воздушного потока в среднем составит 4 метра в секунду. Новогодняя ночь будет достаточно морозной. Столбик термометра опустится до отметки в 18 градусов ниже нуля. В первый день 2022 года на пустынных улицах города будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до минус 14. Однако к вечеру значительно похолодает до 23 градусов ниже нуля. Ночь субботы на воскресенье станет самой холодной на этой неделе. А вот днем столбик термометра вновь поднимется до минус 15 градусов. Что касается прогноза на начало января, то синоптики прогнозируют комфортную, но достаточно изменчивую погоду. Специалисты предвидят сильные перепады температур. Они будут колебаться от минус 3 до минус 17 градусов. А я напомню, что это предварительные данные. И более подробный прогноз мы расскажем уже в следующем году. Дмитрий Романьков, Владимир Антонов, Новости ТВК. Минимум 10 семей из Железногорска отравились роллами и суши от доставки суши СЭЛ. Об этом говорят сами пострадавшие. Все они делали заказ 24-го либо 25-го декабря. У всех одинаковые симптомы. Диарея, рвота, температура 38 градусов и выше. Некоторые вызывали скорую. По словам одной из пострадавших, отравиться суши от доставки суши СЭЛ могли намного больше людей. Мы, оказывается, не одни такие. У нас очень много. И все пишут. И детишки также пишут. По одной суши съели всех. Рвет и полоскает. У всех температура. Это только, знаете, только те, кто написали. А сколько таких, которые не написали. И не сказали, мы вам перезвоним. Попросили номер до сих пор. Мои коллеги также попросили номер. И до сих пор они не перезванивают. Значит, получается, им так надо. В компании Суши СЭЛ сегодня рассказали, что еще после первого обращения об отравлении в компании провели проверку. Выяснилось, что в те дни, когда у людей появились симптомы отравления, на кухне работал сотрудник с ротовирусной инфекцией. Мы начали делать обзон сотрудников в срочном порядке, не сотрудников, а клиентов. В срочном порядке провели проверку на филиале продуктов. При разборе ситуации на филиале выявилось, что один сотрудник, у него вся семья болеет ротовирусом. Он себя неплохо чувствовал, поэтому мы сразу как-то не отреагировали. Как только это выяснилось, мы его отстранили от работы. Позже в компании добавили, что весь филиал пришлось временно закрыть, а всех сотрудников отправили на медобследование. В компании также ждут официальную информацию от санэпидемстанции, которая покажет, из-за чего могло произойти отравление. И к свежей статистике по коронавирусу, в России продолжает снижаться смертность от COVID-19. За последние сутки от вируса скончались 937 россиян. Снижается и заболеваемость в целом. За сутки плюс 23 тысячи новых случаев. Что касается Красноярского края, то в нашем регионе заболеваемость также снижается. За последние 24 часа ковидом заразились 499 человек. Из них 158 человек в Красноярске не справились с болезнью 39 пациентов. Смертность по-прежнему высокая. И прямо сейчас короткий анонс, реклама. И напомню, что у нас есть и новый аккаунт в Инстаграм, ТВК Ньюз. Подписывайтесь и там, ведь ТВК – это не только ТВ. В Красноярске торжественно открылся пешеходный мост между БКЗ и музейным центром. Его назвали «Арфой». Почему – узнаете через 7 минут. А через 3 минуты расскажем, кто получил главный приз новогоднего марафона от ТВК – путевку на базу отдыха. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. На ТВК завершился марафон новогоднего настроения. Сегодня стал известен победитель заключительного этапа. Главный приз – путевку на базу отдыха мы разыграли среди тех зрителей, кто на протяжении всего месяца выполнял новогодние задания. Кто стал победителем и когда ждать новых розыгрышей в эфире нашего телеканала, расскажет Дмитрий Шхузин. Я отправляла видео несколько раз. Мы надеялись, мы надеялись елку выиграть, но у нас не получилось. Знакомьтесь, это Елена – постоянный зритель ТВК, а также победитель нашего марафона новогоднего настроения. Этот проект мы придумали вместе с телезрителями и подписчиками, чтобы создать атмосферу праздника и вернуть время, когда все мы верили в новогоднее чудо. Для Елены оно произошло этим утром, когда в эфире «Нового утра» ведущий Руслан Токмаков вытянул бумажку с инстаграмом девушки. Вот как это было. Итак, у нас есть победитель, он пока в руках у Руслана. Это Елена, 19, 19, 19! Сама Елена эфир сегодня досмотреть не успела, собиралась на работу и время уже поджимало, но в итоге путевка на базу отдыха на четверых человек нашла своего победителя. Девушка рассказывает, что вместе с дочкой тщательно следила за эфиром весь декабрь. Она с каждым разом меня спрашивала, когда мы выиграем. Наконец-то мы выиграли, но я ей об этом еще не сказала, это сюрприз. И как раз у меня 9 января день рождения, это отличный подарок. Вместе с другими зрителями Елена весь декабрь выполняла разные задания. Снимала видео с зимними забавами, показывала новогодние угощения и наряжала елку. И, конечно, выкладывала все это в инстаграм, отмечая ТВК. Помимо сертификата на базу отдыха мы каждую неделю разыгрывали и другие призы. Новогодняя ель, сертификаты в магазин для туристов и магазин одежды. А сами ролики в нашем аккаунте набирали десятки тысяч просмотров. Все эти забавные новогодние видео можно посмотреть в нашем инстаграм. ТВК нижнее подчеркивание ньюс. Переходите туда или сканируйте QR-код, который сейчас видите на экране. Он приведет вас напрямую в наш аккаунт. По словам шеф-редактора сайта ТВК Алены Кузнецовой, за декабрь красноярцы прислали нам сотни видео. Зрители, подписчики писали нам спасибо за вот такие душевные ролики, поднимающие новогоднее настроение. Люди отправляли нам видео, как они наряжают елку, готовят салаты, катаются с горок, играют в снежки. Получилось классно. Но мы на этом не собираемся останавливаться. В следующем году мы будем делать еще больше активностей подобных, еще больше взаимодействия со зрителями в нашем инстаграме. Если вам кажется, что на этом марафон новогоднего настроения на ТВК заканчивается, то это не так. 31 декабря в 8 часов вечера смотрите специальный новогодний выпуск, в котором мы расскажем все итоги уходящего года. Сразу после покажем выступления музыкальной группы. Дмитрий Шкузин, Артем Иванов, Новости ТВК. В Красноярске торжественно открыли пешеходный мост на улице Карла Маркса. Теперь горожане могут свободно перемещаться между Краевой филармонией и музейным центром. Раньше на этом месте уже был мост, но в 2015 году его признали аварийным и снесли. И вот спустя 6 лет мост вновь появился. Как прошло открытие, расскажем в сюжете далее. В Новый год всегда принято дарить подарки. И красноярцы его получили. Открылся мост между Красноярской филармонией и площадью мира. Первые шаги по новому объекту сделали те, кто его создавал. Строители, проектировщики и архитекторы. Новый пешеходный переход носит название «Арфа» по наименованию его вантовых креплений. Жители признаются, что новый мост сделал прогулки по центральным улицам еще удобнее. Да, конечно, удобно, потому что, во-первых, я с коляской. Здесь, если по набережной идти, то не подняться сюда. А так, получается, сейчас можно и туда, и сюда ходить, гулять очень удобно. Так что спасибо большое, что его вернули. Старый переход демонтировали в 2015-м, так как конструкцию признали аварийной. Место пустовало 6 лет, но теперь здесь совсем новый вантовый мост. Его вес превышает 60 тонн. Все его конструктивные элементы сделаны из прочного алюминиевого сплава. Сам металл выплавили на Красноярском алюминиевом заводе, входящем в компанию «Русал». А нужные детали изготовили на Красноярском металлургическом. Долго думали над тем, как же поставить новый, потому что здесь серьезные проблемы с пространством, и невозможно сделать мост традиционный, потому что он перекроет сразу две линии движения. Это принципиально важно для этого пространства, потому что ограничить движение было невозможно, и поэтому долго не могли найти вообще варианты. «Русал» поставлял металл для всех четырех алюминиевых мостов Красноярска. Это последовательное участие компании в преображении городов, где живут сотрудники «Русала», заложенные еще основателем компании Олегом Дерипаско. Название «Арфа» для пешеходного моста выбрано не случайно. По словам губернатора, даже сама конструкция перехода напоминает этот струнный инструмент. Вдобавок этот мост – связующее звено между двумя центрами искусства. Мы назвали его «Арфой». Я думаю, это правильное название, учитывая то, что здесь вот такая площадь искусств, поэтому с Сергеем Васильевичем здесь пообщались. Я думаю, в спокойной обстановке летом ему надо добавить еще такой очень деликатной, душевной музыки «Арфы». И это, наверное, станет такой достопримечательностью. Сейчас новый мост связывает и главные пешеходные маршруты центра города. Теперь жителям не нужно переходить автомобильные магистрали, чтобы попасть, к примеру, с набережной на площадь мира. Немаловажно, что новый переход оборудован пандусами для маломобильных граждан и стеклянными перегородками. Мы все-таки хотели здесь придать дополнительной душевности. А вот если посмотреть, то пешеходные потоки у нас все соединяются вот здесь на площади мира, на нашей стрелке. И зима на стрелке – это, знаете, такой портал в Новый год. Теперь можно с любого направления, хоть с Татышева, хоть с центра мира, хоть с набережной попадаешь в эпицентр новогодней радости. Приходите и вы посмотреть на новый мост и проникнуться новогодним настроением. Дмитрий Романько, Владимир Антонов, Новости ТВК. В преддверии Нового года праздничную атмосферу красноярцам создает и красноярский биг-бен. Теперь каждый час с 9 утра и до 9 вечера городские часы проигрывают новогодние мелодии для жителей города. В репертуаре как русские песни, так и иностранные хиты. Аранжировку известных мелодий выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы номер 4 имени Дмитрия Хворостовского. Новогодние песни биг-бен будет играть до 14 января. Есть и специальное расписание, в какое время заиграет та или иная мелодия. Вы сейчас видите его на экране. Добавлю, что проигрывать различные мелодии в праздники главные городские часы начали с августа 2019 года. Новогоднюю атмосферу решили создать и в Бобровом лагу. Накануне заезд на лыжах и сноубордах устроили Деды Морозы и Снегурочки. Любители зимних видов спорта нарядились в костюмы главных новогодних персонажей, чтобы зарядиться праздничным настроением. По словам участников флэш-моба, такие события помогают полностью окунуться в атмосферу Нового года. Вот сейчас я могу авторитетно заявить, что после спуска настроение уже, конечно, совершенно другое. Где много твоих товарищей, которые все заряжены, все веселые, у всех настроение. И вот это да, вот это уже тут точно классно. Такие флэш-мобы Бобровый лог проводит каждый год. Для тех, кто приходит в этот день в костюме Деда Мороза или Снегурочки, вход на подъемник бесплатный. А всем посетителям без исключения раздают мандарины и киндер-сюрпризы. Каждый год желающих много. В фан-парке говорят, что обычно такой праздник приходят сотни красноярцев. Вы же видите, люди общаются, просто машут руками, поздравляют друг друга с Новым годом, с наступающим. Мне кажется, этого волшебства, его так не хватает иногда в обыденной жизни. А здесь, на склоне, все какие-то радостные, приветливые. Заезд Дедов Морозов и Снегурочек уже стал традицией. Первый такой спуск прошел еще 8 лет назад, в 2013 году. С тех пор праздник проводят ежегодно в конце декабря. Вице-премьер Марат Хуснулин выступил против идеи Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По мнению Хуснулина, в России не нужно строить новые города, а необходимо заниматься развитием существующих. Вице-премьер также добавил, что идею Шойгу нужно рассматривать в каждом конкретном случае. Как вы к идее Шойгу относитесь строить в Сибири новые города? Значит, то, что нам строить нужно в стране дополнительные города, ну, лучше развивать базовые. Новые строить города – это большая затрата на инфраструктуру, колоссальная. У нас есть существующие города, на базе которых можно развивать. То есть нет? Я считаю, что здесь есть такое двоякое, смотря где. Например, я условно говорю, в Сибири можно развивать Братск, например. То, что в Сибири нужно строить новые города, Сергей Шойгу заявил еще летом на встрече с учеными сибирского отделения РАН. Шойгу предложил построить в Сибири 3-5 городов, которые станут научно-промышленными центрами. По плану в них будут жить от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Предполагается, что в Сибирь, как и в советское время, поедут работать специалисты со всей страны. Однако многие эксперты сочли такую идею утопичной. По официальным данным, население Сибири сокращается ежегодно. Первый заместитель мэра Красноярска Алексей Давыдов покидает свой пост. По нашей информации, он написал заявление по собственному желанию. В мэрии нам пояснили, что приказ об увольнении Алексея Давыдова еще не готов. В мэрии чиновник курировал департаменты главы города, информационной политики и муниципального заказа. Кресло вице-мэра Давыдов занял в 2017 году. До этого чиновник занимал должности замдиректора и директора Красноярск Автотранс. Кто сменит его на посту, пока тоже неизвестно. Красноярская компания Ростех вошла в десятку лучших региональных операторов России. Накануне российский экологический оператор подвел итоги зеленого рейтинга. Его участниками стали региональные операторы со всей страны. Независимые эксперты оценивали участников по множеству критериев, в том числе, как компании продвигают идею раздельного сбора отходов. После подсчетов Красноярский региональный оператор Ростех вошел в десятку лидеров из 179 участников. Как итог, компания представила наш регион в числе самых успешных по реализации мусорной реформы. В церемонии награждения принимала участие вице-премьер правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, как отметил руководитель российского экологического оператора, рейтинг дает возможность оценить вклад региональных операторов в развитие новой системы обращения с ТКО. Центробанк начнет контролировать все денежные переводы россиян. Зачем и как это будет работать? Через 7 минут смотрите рубрику «Дорогие мои земляки». Ее гость сегодня – бизнесмен, меценат, руководитель мотоциклетной федерации Красноярска Александр Елагин. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. Мы продолжаем выпуск. Центробанк начнет следить за всеми денежными переводами между физлицами. Об этом сообщает РБК. По информации издания, с 2022 года регулятор будет запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе личную информацию от правителей и получателей. Центробанк интересует переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами одного банка, переводы через специальные системы. По заявлению Центробанка, данные о переводах нужны для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, который принимает оплату на личные карты. В Красноярске появится новая дорога в Советском районе. Где и когда, расскажем в рубрике «Новости коротко». В Красноярске построят новую дорогу от улицы 9 Мая до Истынской. Как рассказали в мэрии, подрядчика для подготовки документов уже выбрали. Проектировать дорогу будет Институт Красноярск-граждан-проект. Специалисты должны будут провести инженерные работы, разработать проект и получить экспертное заключение. Работы с документацией должны завершить до 17 октября 2022 года, после чего начнут строительство. Дорогу планируют открыть уже в 2023 году. В Красноярске открылся Зимний Суриковский фестиваль искусств. Он проходит в нашем городе уже в 16 раз. В музее-усадьбе сегодня открылась книжная выставка «Мысли искусства». Туда попали редкие издания из фондов музея, посвященные жизни и творчеству Василия Сурикова. Фестивальные мероприятия будут идти до 24 января. Красноярцы смогут посмотреть ретроспективу творчества династии Михалковых-Кончаловских, побывать на концертах Красноярского камерного оркестра, Красноярского духового оркестра и Красноярского камерного хора на вокзалах и станциях и других мероприятиях. Норильчанка Элина Пан вышла в финал шоу «Голос». Девушка исполнила песню «Thank you for the music» группы ABBA. В полуфинале певица соревновалась с исполнителем из Саранской Вячеславом Явкиным. Ее наставник Леонид Акутин сделал выбор в пользу Явкина, однако зрители программы изменили ход голосования и отдали предпочтение в пользу Элины. В итоге девушка прошла в финал шоу. Элине Пан 29 лет. Девушка родилась в Норильске, с детства занималась в вокальном коллективе, а также выступала на различных конкурсах. Последние несколько лет живет в Москве. В Красноярске на проспекте Свободный сгорел коттедж. Возгорание произошло в пятницу. Как рассказывает одна из хозяек дома Анна, во время пожара она была на работе. Дома находились только ее дочери. Они успели схватить только верхнюю одежду и выбежать на улицу. В пожаре никто не пострадал, однако дом теперь ремонту не подлежит. Вместе с жильем также сгорели и все документы, мебель и техника, рассказывает Анна. Пока вот мы не знаем, как дальше будет. Когда уже найдем, где жить, вот вторая семья, там уже будет понятно, чего не хватает. Потому что уже у нас в доме было абсолютно все. Мебель, бытовая техника. А сейчас всего этого нет. И документы. Документы тоже все сгорели. На дом, на машины. Остался только вот мой паспорт. Жители сгоревшего дома уверены, что причина в отопительном котле. Однако точную причину возгорания установят специалисты. Сейчас пострадавшим нужна помощь. Если у вас есть одежда или другие вещи, которыми вы могли бы поделиться, просим вас позвонить по номеру, который вы видите на экране. Сегодня героем рубрики «Дорогие мои земляки» стал бизнесмен, меценат, организатор арт-клуба «Елагин», руководитель Мотоциклетной федерации Красноярской и Федерации автоспорта Красноярского края Александр Елагин. Меня зовут Александр Елагин. Я учредитель этого арт-клуба, арт-пространства. Рад вас здесь всех видеть. Поводом для этой встречи стал 70-летний юбилей ныне покойного нашего земляка, художника-анималиста Виктора Бахтина, который когда-то тоже был гостем этого арт-клуба. Уже более 20 лет здесь, в Академгородке, в помещении, оборудованном из мастерской и гаража, проходят капустники. Приют, если не спокойствие, то трудов и вдохновения точно. Для главным образом людей творческих – поэтов, музыкантов, художников и не только красноярских. И все это благодаря поддержке, в первую очередь финансовой, только одного человека – 56-летнего Александра Елагина. Все началось с того, что в 90-е годы его занесло на рок-тусовку. Вот мы пришли туда, и там, значит, выходит парень такой в ночнушке, и написано сзади, лучше любить, чем воевать. Я такой спрашиваю, кто это такой? Они говорят, ну это Василий Слонов. Он ему думает, ну что за кадр? Ну мы с ним познакомились, оказалось, что он тоже живет в Академгородке, но в общежитии. Мы пришли, они там, ну ребята, это художники известные, мы с ними познакомились, они увлекались музыкой и сказали, что вот, ну, как бы все это продвинуть, как это все сделать. Но приют в Елагин клубе не только для творцов, а и для любителей мотоспорта. Александр Алексеевич сейчас руководитель мотоциклетной федерации Красноярской федерации автоспорта края. И путь прошел от байкерства до создания мотошколы. В каком-то смысле мотоциклы стали судьбоносным в его жизни. В том смысле, что если бы не детская любовь к технике, неизвестно, получил ли бы он вообще в свое время высшее образование. Как папа сказал, то есть, вот, поступишь в институт, я тебе мотоциклы подарю, там, ну, куплю. Все, для меня это было счастье, то есть, я с удовольствием, ну, первый, пятый курс учился. Ну, хотя и на соревнованиях ездил, и там, семейная жизнь, работа была. То есть, ну, в принципе, радиотехнический факультет был такой серьезный. Успешно закончив политехнический институт, Елагин распределился в вычислительный центр. Но тут в стране случился мучительный переход от социализма к капитализму. Стало понятно. Зарплатой бюджетной организации семью не прокормишь. Он занялся собственным бизнесом. Сначала перегонял машины с Дальнего Востока. Вместе с отцом они организовали автостоянку, где работали в 90-е, в том числе профессора и кандидаты наук. Теперь у Александра очень солидное, процветающее производство по восстановлению автомобильных деталей. Компания получила на это лицензию от германских производителей. Поздравляю вас с Эбилией. Очень приятно, что вы здесь находитесь. Да, вам тоже здоровья. Теперь параллельно с производством здесь постоянно проходят встречи вне формальной обстановки. Кто только не выходил на эту скромную сцену. Некогда невероятная популярная группа из Красноярска, 26, 9-й район. Внук поэта Арсения Тарковского и племянник режиссера Андрея, ныне живущий в красноярской глубинке, писатель Михаил Тарковский. Здесь зажигала, например, нестравненная с Айнхо Намчилак, исполнительница, сочетающая горловое пение и электронную музыку. Уроженка Тывы, ныне жительница Австрии. Ну и Василий Слонов, чьей легкой руки арт-клубы появился, здесь получил свое постоянное пристанище – собственную мастерскую. Поскольку у меня проблемы с официальной культурой, со всем этим аппаратом, то получить мастерскую через союз художников или какие-то государственные структуры – надежды нет никакой. И это прекрасно. Искусство, главное топливое искусство – это свобода. И вот сейчас, где мы стоим, это такая аномальная территория, на которой вот эта свобода именно презентуется в разных формах. Я говорю, как, то есть можно купить билеты, пойти в цирк, смотреть все это, а можно не покупать билеты, а участвовать в этом цирке и все это видеть как бы изнутри. То есть я зрителям не привык быть в этой жизни, то есть я привык делать что-то и самому, и менять историю, то есть менять, ну, то есть все, что вокруг, то, что, ну, как, тебя не устраивает, допустим, ну, делаем. Анатолия Кичина, Новости ПВК. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то вы можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова